Экзит-пол, влияющий на результаты выборов. Так считают представители оппозиционного блока. На одном из избирательных участков они зафиксировали проведение опроса. Его участники должны ответить на три вопроса, заполнив карточку, на которой проставлен штрих-код. Понимаем, что вот это вот есть уже фамилия кандидата, который написан. То есть это уже идёт волеизъявление, то есть это уже искривление. Это есть одна из предвыборных технологий, которая называется сеть, так называемая. Вот на вот этом вот штрих-коде зашифрованы данные про сотника, который у них есть, есть списки избирателей. Таким образом, они знают заранее полученную предоплату, насколько я могу предполагать, какая-то часть денег. А вот эта карточка является как актом выполненных работ. На основании этой карточки потом будет получена вторая самодельная. Председатель общественной организации, которая проводит экзит-пол, обвинение отрицает и показывает все необходимые документы. Если вы посмотрите на эту карточку, ну если с вашего позволения, вы же, наверное, хотели отдать тоже. У нас здесь присутствуют три вопроса. Первый – чи задовольны вы работой в выборчей дельнице? Второй – чи відбувалось порушение выборчого процесса на вашей дельнице? И третий – за бажанием. Заказ кандидата на посаду міського головы вы проголосуете. Теперь возникает вопрос. Нам для того, чтобы… Третий вопрос за бажанием. Он нас интересует постольку поскольку. Люди хотят, отвечают, хотят, не отвечают. Первые два вопроса нас интересуют с точки зрения оценки вообще избирательного процесса в городе Бердянске. Насколько он проходил законно, насколько были ли не были нарушения, и насколько люди, избиратели, которые пришли на избирательную комиссию, удовлетворены ее работой. Штрих-код, по словам Александра Пенькова, необходим, чтобы избежать фальсификации результатов экзит-пола. Участники инцидента остались ждать приезда милиции. В целом, выборы в Бердянске проходят спокойно. В гороизбиркоме озвучили предварительные данные по явке избирателей. На данный момент в городе Бердянске выборы проходят без особых нарушений. Жалоб в нашу комиссию не поступало. По состоянию на 12 часов проголосовало 27,43% избирателей. В сравнении с предыдущими выборами, это нормальная явка. Обычно выборы в таком режиме идут. Даже можно сказать, что это хорошая явка. Те жители Бердянска, которые уже проголосовали, теперь надеются, что их выбор принесет изменения к лучшему. Я думаю, сразу изменения не наступят. Но надеемся, что будет лучше, наш город станет краше, уютнее, благоустроеннее. Мы идем с выборов с женой. Проголосовали. Ждем перемен в лучшую сторону. Надеемся на хорошее будущее. Редактор субтитров. Корректор В.Агорова Продолжение следует...